всем привет меня зовут сева бойко вы слушаете подкаст что это было в нем мы говорим о российском вторжении в украину и его последствиях и сегодня мы обращаемся к теме битвы за донбасс американский журналист джошуа яффа который сотрудничает с журналом new yorker побывал в регионе где разворачивается самое ожесточенное противостояние этой войны сегодня он в гостях в подкасте что это было но безусловно мы поговорим и о других событиях последних четырех месяцев этого конфликта который джошуа довольно плотно освещает привет и спасибо что нашел для нас время привет рад быть здесь с тобой давай начнем с твоего самого свежего на данный момент репортажа с донбасса там в заголовке а точнее в подзаголовке используется выражение артенерийский пинг-понг можешь объяснить как слова артенерия и пинг-понг оказались в одном словосочетании и кто в этот самый артенерийский пинг-понг играет понятно что я этот глагол играет беру в кавычки именно это описание войны я услышал от бойца терроборонной украинские кого я встретил случайно на улице в городе бахмут на донбассе на данный момент и вот тогда бахмут является таким при фронтовым городом он находится на дороге к лысычанску где сейчас очень мощные бои идут там дальше есть и северодонецк в это время то есть в начале июня там самые активные бои шли именно по этому направлению а бахмут это было место где ну куда приезжал и ну раненый в первую очередь просто немножко на передышку перед тем как вернуться к самому фронту и там на улице я встретил группу бойцов терробороны киевские терробороны между прочим которые вот их отправили на донбасс они выглядело достаточно уставшими но в то же самое время такими бодрыми то есть ну дух кажется у них еще весьма остался но понятно что они пережили нечто очень тяжелое просто по виду и вот как-то завелся разговор диалог вот с ними возле вот продуктового магазина одного из единственных рабочих в городе в это в это время и вот так описал характер образа войны один из этих бойцов то есть они вот сидят в окопах особо противника не видит а над нами со временем летают снаряды как все вот не только этой бойцы а просто как все украинские военнослужащие с которыми я разговаривал этот момент мне вот рассказывал и что большой конечно количество преимущества ползаются российская сторона то есть но разные оценки 7 на 1 10 на 1 больше именно в количестве снарядов то есть в этой игре пинг-понга где каждый бьет по-другому и стреляет по-другому вот противовес количественной в ползу российской стороны вот но делая эффект делая рядового бойца такой что вот ну сидишь никак особо не воюешь а над тобой вот все время летают вот эти снаряды идти чувствуешь себя как будто сидишь у сетьки ага в игре там тенниса или пинг-понга и смотришь как мяч над тобой все время летает я так это понял расскажи пожалуйста давай отступим на шаг назад насколько вообще трудно попасть сейчас в зону боевых действий было не тебе страшно туда ехать и если да оправдались не твои опасения ну я как-то не люблю податься все эти там романтические драматические образы там военного корреспондента кем я абсолютно не являюсь но вынужден видимо по какой-то мере не им стать но тем тем не менее это точно не не мой образ журналистики ну так все относительно просто или проще может быть чем казалось бы то есть обычный ночной поезд из киева в днепровод украинский город а дальше на машине часа кажется внутри может быть до четырех максимум около трех часов а ты уже и в бахмуте в храматорске славянске вот все эти города это примерно вот ну в такой зоне несложной доступности от большого города вот днепр ну вот и конечно по дороге есть блокпосты но как-то аккредитации прочими документами несложно их проезжаешь ну то есть я понимаю вопрос да как будто должны быть какие-то более существенные то что препятствия но ощущение что ты из одной зоны переходишь в другую но по факту все намного проще что тоже как-то странно потому что если и в киеве какая-то вот ну кваза и нормальная жизнь вернулась в городе днепр признаков войны их мало или почти нет совсем три часа езди на машине ну а ты уже ну прям самым-самым как-то аду ну можно сказать ну в центре текущей военной кампании ощущали я себя там в опасности или безопасности ну как-то старался оставаться в безопасности конечно я и чтобы не стремился на на фронт ну на на новую линию как военные говорят она мне была и нужна то есть я немножко другим видом журналистики занимаюсь самый-самый-самый фронт где реально вот стреляют и каждой минуты что-то прилетает мне не нужен иногда чтобы понимать что происходит лучше не находиться прям на новой точке но чуть-чуть как бы на каком-то расстоянии от нее потому что там люди хоть как-то могут успевают с тобой разговаривать да успевают с тобой делиться своими опытами когда вот и сидишь на новой с ними но это просто вопрос элементарно выживание не до тебя не до каких-то рассказов поэтому вот такие места как бахмут где да действительно в то время по окрестности стреляли что-то как-то прилетала да это артиллерийский пинг-понг был слышен и ощутим но тем не менее не таком коротком непосредственном расстоянии чтобы я чувствовал себя в какой-то острые опасности ну вот ты пишешь что много общался с ранеными украинскими военными в донбассе и так в проброс упоминаешь что даже оказался в машине скорой которая вывозила бойца с передовой контуженного можешь рассказать как это получилось и как ты оказался в этой машине скорой помощи и о чем тебе рассказал этот человек владислав его зовут насколько я помню да вот десертный владислав его акулировали с фронта получил контузия вот как раз от артиллерии как раз медики и врачи говорят что 99 и 9 вот как один медик мне рассказал на данный момент ранения именно осколочные вот стрелковое оружие почти никто на данный момент не страдает это именно история про осколочные ранения то есть снаряди артиллерии и прочее через общение с военными медиками и волонтерами точнее которые обеспечивают этой эвакуации я вот получил доступ к скорой с согласием и медиков и военных и всех все понимали кто я и чем занимаюсь и так далее взяли меня на некоторое расстояние чисто чтобы пообщаться потому что вот в зоны военных действий ну как понимаешь мало мест для я спокойного общения а как оказывается скорая все равно нужно ехать проехать да какое-то расстояние это время человек в это время не занят ничем другим поэтому это такое место где можно там хотя бы на полчаса к на каком-то расстоянии дороги пообщаться вот я именно в этих телях но попросился в эту скорую и меня вот туда приняли а вот что вот рассказывал это десятник это не он который употреблял термин артиллерийского пинг-понга но он примерно то же самое описывал то есть сидел в окопах сидел на позициях мало вот виду противника мало имел возможность участвовать в каких-то строковых боях да вот он говорит что он стрелек у него вот оружие винтовка а мало бывало случаев когда можно применить это оружие по назначению да да вот и он вот был достаточно бодрым но мне сложно судить я там не было естественно на его позициях да вот но по его словам он говорил что вот когда бывалые возможности как-то находиться непосредственном бою с противником вот ну ощущал себя ну в силах против стоять а как правило просто вот лежал и ну надеялся что вот эти снаряды это осколы к нему не попадут но тем не менее был тяжелый обстрел рядом с ним взрывался достаточно мощный снаряд большого калибра и он вот получил вот эту контузию и вот он сказал что это просто абсолютно типичная рядовая история с фронта на эти дни насколько украинские военные там в донбассе в условиях этих артиллерийских дуэней зависит от помощи союзников с вооружениями ты же общался в том числе с одним из командующих вот этим восточным фронтом да и тоже задавал ему этот вопрос ну да я еще тем более общался с артиллерийским расчетом с украинской стороны которые уже ползаются американским гаубицером вот это три семерки как они вот называются и конечно украинская страна говорит что вот очень нужна вот это американское оружие в силу разных причин просто элементарные заканчиваются если не закончилась снаряде советского калибра украинской стороны то есть они к моменту 24 февраля что касается артиллерии распоряжение украинских вооруженных сил конечно они в целом ползывались скажем ну старыми советскими системами ну на них очень быстро закончились снаряди то есть и и негде как это ни странно звучало негде на рынке мировом сегодня их купить даже на деньги запада да вот даже на какие деньги эти снаряди не найдешь и так быстро производство которое вот закрывало из последних годов и тоже не восстановишь то есть это проблема ну в первую очередь количестве что не хватает снарядов на старой системы и начинают попадать новые западные американские вот системы как это три семерка но как украинская страна говорит их пока мало то есть они вот вопроса противовеса пока не решают количественный вопрос остается еще очень острым и это касается самих систем и снарядов под них и третий момент это качественный но это понятно да потому что это более новые модели современные поколения вооруженных систем и так далее они более точно бьют и это это как раз отражается на количественный вопрос то есть если более точно бьет артиллерийская система значит тебе нужно там два-три снаряда они 10 вот учитывая все эти факторы в совокупности украинская страна говорит что единственная надежда у них против стоять российской армии в первую очередь может именно количество артиллерийских систем единственный шанс украинской армии это против стоять это поставки западных вооруженных систем которые действительно начинают поступать вот они видны именно вот на этой бытвы за донбасс но вот пока пока их недостаточно как говорит украинская страна конечно не хотят больше западного оружия и я думаю что это обоснованное желание но конечно на данный момент это в интересах украины где-то ну делать акцент где-то утридовать где-то привлечивает но вот нарратив что вот мы могли бы шансов бы больше против стоять российскую там военную махину если у нас было больше западных оружий такие заявления следуют если в начале мы и слушали другие заявления с украинской страны да о том как они вот хорошо как они лучше чем кто-либо ожидал справляются сейчас мы немножко замечаем другой нарратив и он очень ну понятно я думаю что он в целом объективный но есть может еще вот этот фактор именно ну где-то субъективный что это некая политика украинской страны чтобы убеждать западных партнеров было подставки больших вооруженных систем но вот я тебя как раз хотел спросить как американского журналиста и сотрудника одного из ведущих американских изданий а собственно насколько те же самые соединенные штаты готовы поставлять больше и когда никого они могут зайти ведь я так понимаю это политический вопрос в том числе ну да абсолютно политический то есть это не вопрос там это не технический вопрос да насколько американская страна там может поставлять здесь лимит или игра не определяется техническими возможностями именно политической волю но вопрос не совсем ко мне в плане я принимаю это решение я у меня нет у меня нет своей собственной позиции по поводу там поставок оружия в украину и так далее и я в достаточно далек от там всех процессов которые происходят в вашингтоне но тем не менее мы наблюдаем и здесь но я могу просто наблюдать как и ты как любой обзрыватель что происходит то есть со временем американская страна администрация байдена привыкает к тому что ну и и больше и помощь не потяжелее поставлять вооруженные системы украине то есть что в начале войны тем более сами горим про и возьмем довоенный период выглядел неким табу потенциал на провокацию для россии на которую америка была не готова американская страна теперь готова поставлять не только гаубицеры но реактивные системы в виде хаймарс вот который украинская страна очень хотела а сейчас получает который имеет техническую возможность стрелять и на еще более высокая дальность конечно украинская страна еще бы хотела больше то есть они вот бы хотела и получить этой реактивной системы хаммарс с возможностью стрелять не только там на 40 или 80 километров а на 300 для америки это пока является некой красной линии потому что но с давности 30 километров можно смело стрелять и по российской территории и для америки это точно на то что они не готовы до увидеть на данный момент но мы уже видим как настроение меняется и конечно чем больше украина сопротивляется чем больше украины успевает но против стоять российские вторжения как-то не неловко отказывать украине да если они справляются в этой войне как их не поддерживать так это выглядеть в вашингтоне дел я администрация байдена дел я конгрессменов и как будет продолжать противостоять россии так и будет расширяться я думаю вопрос военной помощи другой вопрос может возникать но если это удача это везение весу будут снижаться то как будут меняться и на этом фоне настроение и готовности у американцев у европейцев и так далее то есть пока дела хорошо идут условно говоря для украинской армии поставляет оружие но кажется где-то хорошая идея где-то неизбежностью по политическим соображениям а если дела будет не так удачно идти будут ли меняться настроение вот ну вопрос слушай я хочу после вот этого анализа который ты сейчас привел отойти немножко назад и даже на несколько шагов ты встретил начало войны тоже в донбассе в краматорске и подробно об этом писал в нескольких своих материалах у тебя тогда было ощущение что этот конфликт растянется на месяцы и приобретет такие масштабы ну международные и вообще как изменилось твое отношение к происходящему за эти четыре месяца я действительно проснулся в 5 утра в краматорск от взрывов но как многие не только в краматорске а по всей украине вот так началась моя в кавычках скажем война я вот не знал как ситуация будет развиваться то есть но говорит что я все предвидел до рассвета в 24 числа конечно будет неправда я сам не был уверен как далеко и как быстро зайдут российские войска мне не было позиции уверенность что вот там за два-три дня возьмут киев но с другой стороны я этого не исключал но то есть когда мы увидели достаточно быстро действительно но в этот же день первый же день мы поняли что киев является главной целью первой фазы войны я не был уверен я как-то не знал да вот там возьмут не возьмут там отбьют ничего не было понятно и гореть что у меня было какое-то четкое видение развития ситуации был бы совершенно неправильно то есть я ничего не исключал но в то же самое время я ничего не на что особо ну конкретно не настаивал но когда мы уже видели там на третьем четвертом пятом дне что не только киев не берут но где-то по пути видимо застряли российские войска тогда я уже начал подозревать что это надолго вот здесь очевидно вот если я могу говорить что какой-то какая-то составляющая была неизбежная очевидно это именно международная вовлеченность вмешательства запада заинтересованность запада и так далее но вот это было понятно даже до 24 февраля то есть это было явно но очевидно даже до момента вторжения что если она действительно и будет тогда одно сразу это будет касаться западных столиц и в том числе вашингтона вот здесь действительно было ну мне не очевидно что собственно произошло но вот ты сейчас сказал что один из очевидных выводов это то что конфликт будет достаточно долгим что боевые действия затягиваются и я вот когда искал что ты говорил по поводу войны я наткнулся на то что примерно месяц назад ты в одном из подкастов нью-йоркера говорил что если россии удастся взять под контроль донбасс война на этом не закончится можешь пожалуйста развить эту мысль немного да ну я думаю что ни одна из сторон не готова на этом месте закончить войну то есть даже если удастся российской страны взять под контроль донбасса мы говорим двадцать восьмого июня кажется ближайшее время если на и уже российская страна возьмет почти полностью контрол над луганской области контролирует где-то там ну больше половины мне кажется территории донецкой области военном плане осталось взять достаточно ну крупные хорошо оборонные города славянск краматорск в частности то есть это не неизбежность тем не менее это вот реальный сценарий но представляем что будет после даже захвата донбасса российская страна будет останавливаться ну зачем да если мы слушаем заявление путина в частности мне кажется что у него осталось достаточно ну широкие амбиции на эту войну которые не ограничиваются контролом донбасса это действительно война с широкими геополитическими и даже важнее историческими целями и амбициями и мне кажется что для них донбасс это будет выглядеть мало или недостаточно и тем более если будут складываться мнение у политического правовшего класса в россии что вот теперь мы можем и как-то поняли свои ошибки в феврале в марте а теперь мы знаем как воевать опять таки но по мнению политического руководства россии я не думаю что они будут тогда останавливаться учитывая вот эти геополитические исторические амбиции которые вложены в компанию в начале ну я бы ждал продолжение наступления а с другой стороны это даже бой очевидно зачем украина будет соглашаться с утратой территории донбасса если мы мы еще не говорили про юг да херсон мелатополь нет вообще никакой готовности с украинской стране не у зеленского не у населения смириться с потерям донбасса и как будут поставляться западные оружие вот эти тяжелые мощные атериорийские системы будут конечно попытки вернуть вот эти территории и поэтому даже в теории даже если там россия возьмет контрол над донбассом и объявит что ну вот типа пока достаточно да давайте там сядем за стол переговоров мы теперь готовы разговаривать мы достигли своих военных целей украина зачем будет на это соглашаться то есть для зеленского это был бы политическое самоубийство и дело я население это был бы просто неприемлемый то есть украина будет продолжать воевать чтобы российская страна не хотела и даже завершение текущей фазы битвы за донбасс я вот ну завершение этой фазы я точно не вижу конец войны ты сказал о том что дня путина это не только военная кампания это не только геопонетический вопрос это вопрос как ты выразился исторический но я еще от себя добавлю идеологический да но в одном из своих материалов который называется что российское вторжение сделала с украиной ты подробно описываешь как разительно отмечается то как войну видит путин от того как война выглядит для украинцев то есть как будто бы у меня возникло такое ощущение после прочтения твоего текста для него это красивые иллюстрации с офицерами в мундирах из исторических книжек а для украинцев это кровь боль ужас страдания потери можешь пожалуйста пояснить правильно ли я понял твой материал но в целом да но мы еще больше увидели со стороны путина с этого времени вот когда я писал этот текст это был еще начал марта с тех пор мы видел многократные выступления путина в частности вот это одно из последний если не последний где он упоминал петра первого да и вот в целом вот эта известная фраза ну я не дословно цитирую но что россия тогда ничего не завоевала а точнее вернула территории которые исторические но к не принадлежали и мне кажется что это достаточно четко иллюстрирует видение путина россия просто вот ну возвращает территории которые в каком-то глубоком историческом плане ну фактически ей принадлежать и россия только после длительного срока когда вот она была не в силах исправить эти исторические несправедливости но сейчас наступил момент когда она в силах исправит то что не было справлено много лет но надо было рано или поздно вот но с этом столкнуться этой вопросы исторические несправедливости решать и он вот решает здесь мне кажется путин и элита вокруг него они боялись что вот если мы не будем действовать сейчас тогда мы потерям украину на долгий срок а где-то они даже были правы только они потеряли в кавычках украине уже давно а шанс наверно уже был упущен то есть украина за уже смотрела не в сторону россию а в скорее в сторону европы или хотя бы но не опыралась линия все время считалось не с советском прошлом не с российской действительностью это люди которые уже но устроили свое общество свое понимание того как это общество должно выглядеть и действовать и никто или мало кто в украине мыслал этими историческими идеологическими как ты правильно вот сказал процессами то есть ну люди как-то вот жилой актуальной европейскую жизнью и это драматически другой образ жизни да вот когда кто кого там в 16 веке мало тебя интересует ну условно говоря я понимаю да слушай ну и вот вот эти жизни совершенно рядовых украинцев которые понятное дело не оглядывались на учебники истории когда не знаю открывали свои собственные магазины и не заводили детей и не собирались в отпуск или поступали в университеты жизни огромного количества этих людей оказались просто разрушены и растоптаны российским вторжением и я употребляю такие сильные слова ровно по той причине что я сегодня все утро провел за чтением твоих материалов в которых есть и раненые дети попавшие под бомбежки в киеве и жертвы российских военных из киевской области и свежие могилы рядом с которыми скорбят родственники погибших на новом кладбище в чернигове это все истории которые ты рассказывал в своих текстах за последние четыре месяца какая история за это время произвела на тебя самое тяжелое впечатление если ты можешь такую выделить и какая наоборот из тех что ты услышал от украинцев стала самой воодушевняющей самую тяжелую мне сложно выбрать что вот сейчас как-то пришло в голову когда вот услышал вот ну как ты пересказывал мои тексты вспомнил вот конкретный эпизод на этой братской могиле в черниговой который возникла во время осады города то есть ну с конца февраля до ну начала апреля и по нему сильно стреляли сильно его разбомбили сильно обстрелывали и много было потери среди мирного населения ну вот и действительно вот возникла вот это новое кладбище в городе куда анонимно хранила и люди во время но активной фазы осады вот когда отошли российские войска какая-то странная тощина наступила и люди могли буквальном смысле влезет из подвалов и бомбоубежища где они проводили вот все эти 40 дней и люди стали приходить на это кладбище ну искать своих близких и я стоял вот ну пошел на это кладбище там немножко походил вот стоял я увидел вот мужчину который тоже вот как-то пришел кого-то вот искал и я видел что он остановился у одного из этих холиков и я как-то ну подошел пытался как-то мягко вежливо представиться просить не против ли он со мной пообщаться он достаточно охотливо как-то согласился и ну начал рассказывать что вот стоит у могилы жены которую он увидел последний раз когда они разошлись в какой-то очень тяжелый день вот этой осады когда не было кстати в городе ни воды ни снабжения продуктов ни газа ничего вот и они разошлись как многие пары много семьи расходилась в эти дни чтобы кто-то там пошел за водой кто-то пошел за хлебом кто-то пошел за чем-то другим вот он пошел монастырь за водой а жена пошла в магазин потому что вот ну рассказала что вот хлеб привезли что тоже была большая редкость в эти дни и вот они разошлись а больше не виделись потому что вот площадь возле магазина где стояла жена обстреляли и вот он услышав новость про обстрел магазина или площади перед ним побежал на место но уже было как-то непонятно каких-то раненых каких-то жертв уже увезли кого-то на месте пытались спасти болхаус полицейские спасители которых всех там ну отталкивали не пускали жену толком типа не видел ну вот а спустя еще несколько недель когда как я уже сказал российские войска отошли и относительный мир наступал он вот пошел на кладбище и собственно ну убедился в том что вот жена погибли именно в этом обстреле и ее похоронили в братской могилы фактически ну вот и он впервые вот я фактически застал момент сам когда он нашел жену он был уже морально готов к тому что она вот погибла но вот здесь он получил непосредственное подтверждение этого мрачного факта и общение с ним и просто наблюдение над его вот состоянием и над всей этой ситуации произвело очень но мощные и тяжелые впечатления кто из твоих героев больше всего тебя воодушевил ну этого тоже было не мало потому что ну как и многие об этом говорят уровень сплоченности ну удивляет и как-то впечатляет и этого очень много ну из совершенно как-то тупых или баналных точнее истории вот в первые дни войны когда я находился в Киеве и Киев еще был ну не полностью окружен ну российские войска находились в окрестностях явно пыталась еще войти мне познакомилась с владельцем пару киевских кафе очень классных мест слава балбек его зовут он архитектор и владеет вот этой кафе и он превратил один из своих кафе очень модных хипстерских в такую столовую деля медиков террабароны пожилых людей которые остались в Киеве это прям такой цех такой завод обедов и в этой дни это первых числах марта может даже первого марта то есть даже может неделя не не прошла с начала войны как-то холодно серо и то что стрёмно в Киеве город был фактически призрачным единственный кто был на улице это бойцы террабароны которые стояли на блокпостах было стрёмно даже передвигаться серость серое небо и я зашел в кафе славой и сразу ну впервые за это не делаю увидел вот вот ну жизнь да и и улыбки позитив люди были позитивные настроены и они вот готовы это обеды сотны тысячи обеды я просто вот помню я вот кофе тоже такой первый нормальный кофе за это время я сидел и пил кофе с этом со славой и я ну попадание в какой-то в какую-то переливную даже радостную как ни странно но хотя бы жизнь утверждающую реалность и это очень меня впечатлило а после этого конечно и кучи кучи просто вот ну десятки сотный был вот таких случаев таких встреч да это почему я сказал эту историю назвал эту историю банальной потому что ну она абсолютно для украине типичная вне ничего вот такого нет но вот в этот момент я еще не так массово сталкивался это был мой первый вот именно опыт и конечно особенно вот учитываясь ну сырость и стремность этой гдине она по-особому меня впечатлила почти четыре месяца прошло со времени когда произошла эта встреча которую ты сейчас описываешь и как ты сам сказал ты описал очень много разных героев героин за это время в своих материалах ты чувствуешь какую-то усталость своей аудитории от темы войны в украине есть ли у тебя какие-то опасения на тему того что та работа важность который трудно переоценить может оказаться невостребованной у твоих читателей например я бы не сказал усталость но точно есть привыкание а привыкание есть для всех сторон где-то для украинцев понятно по-другому ощущается где-то для россиян конечно даже те которые против войны к не привыкают и среди западной аудитории точно есть привыкание но это факт жизни то есть никто мне кажется не думал и как-то не настаивал что вот там западный читатель должен с таким же прям интересом с такой же вовлеченностью на 140 третьем дне войны вот относиться к происходящему как и на первом но это факт жизни который надо просто учитывать и принимать в расчет и понимать что действительно есть и другие темы другие проблемы но как бы извини меня там на прошлой неделе верховный суд сша фактически отменил конституционное право на аборт трудно переоценивать значимость американского общества именно в этом решении то есть но понятно что будут возникать другие темы другие вопросы которые даже для многих бой важны чем войны в украине и это как-то нормально с этом даже не особо надо бороться для меня вот мой интерес не объясняется уровнем внимание со стороны читателя конечно важно если ну ты хочешь чтобы как бы возможность писать важно чтобы тебя читал и когда пишешь это понятное дело но я руководствуюсь немножко другими вещами да вот когда я думаю о чем писать и куда поехать чтобы писать и так далее и пока есть достаточно интерес который действительно может меняться колыбируется но есть достаточно интерес на западе чтобы продолжать писать о войне и последствиях войне и для украины для россии и для всех нас спасибо большое джошуа это был американский журналист джошуа яв материалы которого из украины вы можете найти например в издании нью-йоркер тексты которые мы обсуждали также доступны в русском переводе на сайте издания медиазона она признана в россии сми выполняющим функции иностранного агента а подкаст что это было можно слушать на сайте русской службы в бисеев подкастах apple в наших соцсетях в тенеграме теперь мы есть также на ютюбе не устаю напоминать вам об этом меня зовут сева бойко новый выпуск уже завтра украина